А вот вообще, от какого фильма в этом году вы ждёте нечто особенное, из-за монтированных под кальчиком? Знаете, их так много, что струбняются. Вот Алиса в «Стране чудес» Бёртона. Бёртона люблю, у него такие все придурочные, смешные, мрачные. Вот, жду его. Интересно. А как вы относитесь к всепоглощающим модным сериалом, который сейчас во всём мире, в нашей стране тоже? Это до нас докатилось просто, ну, если в Америке оно с 30-х годов, сначала на радио, с 50-х на телевидении, а до нас докатилось до 2000-х годов. Ну, строго положительные сериалы, они по массе параметров гораздо интереснее, чем голливудское кино. То есть кино, фильм полтора часа, он, как правило, закончен, и все концы отрублены, ничего нет, никакого развития не подразумевает. То есть это законченная история. В сериале присутствует именно развитие героя. И внезапно совершенно многие для себя осознали, что когда они смеялись над рабыней и заурой, то делали это совершенно напрасно. Потому что есть рабыни и зауры для мальчиков, типа там какого-нибудь лотто, еще чего-нибудь, где все только собирают, а он, да, да, ты смотри, обиди ты. Все в восторге. А вы сами какие сериалы смотрите? Вот «Клэбби Блана Сопрана»? Разные. Последнего вот «Декстера» посмотрите. Вот я хотел задать вопрос на счет «Декстера». Если бы вам предложили его переводить, допустим. Только за деньги, если бы самостоятельно они не спасли. А если бы за деньги, но они большие? Есть расценки, которые снижать нельзя. Какие расценки? Большие. А почему? То есть это очень большой объем работы или просто неинтересно? Да. То есть одна серия это получается вот как полноценный художественный фильм. То есть там 50-е минуты, как правило, но по объему текста это получается как полноценный фильм. То есть, ну, задача у нас всегда стоит переводить не менее четырех серий в неделю, но это напряженный труд достаточно. То есть надо все остальное бросать и заниматься только этим. А как вы относитесь к сериалу «Школа»? Положительно. Тоже. Удирал слезы, посмотрел первые четыре серии. А только все. Нахлынуло такое. Да смотри, ничего не поменялось. Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь к переводам, ну, савдековских, скажем так, времен, тот же самый Валдарский и так далее. Насколько они были правильные в свое время? То есть что называется? Действительно. Это синтронные переводы. Твою мать, там все остальное. Нахлынули какой-то прищепки. Ну, понятно, все равно здесь дефекты там и так далее, но все равно. То есть... Получалось плохо. Цензура, конечно, она брала в сейф. То есть в любом случае. Не было там никакой силы выбора. Вы же не знаете, чьи они, где эти. Вы подумайте сами, что страна под колпаком КВБ, где все за всеми следят, стучат. Как можно такими вещами сделать? А в том-то и дело, что не дай бог кто-то найдет, но, по крайней мере, переводи. Ну, что там искать-то? Ну, что там искать? Ну, как это? Нет, ну, все-таки... Это не торговля героином, которую тоже сразу видно. И там сразу понятно, кто это распространяет. По крайней мере... Прошли туда, потому что сюда и всех поймали. Ну, переводы были и переводили. И переводы, насколько я знаю, сейчас до сих пор являются любимыми. Это только для людей, которые языка не знают. Потому что переводы очень плохие были, очень плохие. Вот, я вот это вот и хотел узнать. То есть они дают такое приблизительное понимание о том, что происходит в фильме. Это для переводчика очень серьезный труд на слух переводить. То есть это надо написать текст, это надо отметить сложные места, это надо придумать там шутки, перепридумать большинство на русский язык. Потому что шутки, основанные на игре слов, они в глоб не переводятся. А отыскаются, так сказать, на уровне озарения. Мне вот раз там в голову пришло и действительно получилось удачно. То есть это там огромные портянки с текстом, которые потом десять раз этот фильм пересмотрев, а потом его наговорить, а в результате получается, что столько денег не платят и никто этим заниматься не хочет. То есть по факту они переводили его в ключе увидик, одел наушники и погнал, так сказать, с листа. Ну и получалось барахло. Но на тот момент это было лучшее из того, что мы имели. Вы говорили об образовании немножко. Что такое проект образования? И это разнообразные литературные произведения, зачитанные в суд. На мой взгляд, хорошие и интересные подрастающему поколению. Пользуются некоторым спросом. Не таким большим, как хотелось бы, но тем не было. В рамках его туда призываются также люди, специалисты в различных областях. То есть, например, веду в некотором роде интенсивное общение с православной церковью, которая хочет через меня, так сказать, обращаться к молодежи, рассказывая на что похожа православная религия и как русский человек должен ей пользоваться. Больше всего в этом нравится то, что прослеживается определенная линия на протяжении как-то всего фильма. Только ваша работа, если шутка, эта команда. То есть, не только шутки, там, типа, кто еще хотел помочь комиссарского тела там и так далее, но... Это специфическое кино, Василий Николевич. Оно специфическое. Там есть четко определенная сюжетная линия. То есть, вот кольцо и точки А внесут в точку Б кольцо. Оно на протяжении трех серий все всем понятно. То есть, вот сюжет, а все остальное так, это некие ответвления вокруг этого. Там несложно это сделать. Если взять какие-нибудь Звездные войны, где там есть торговые федерации, резиновые морды, там одно другое, пятое десятое, зритель теряется уже через десять минут. Тем не менее, вы удерживаете. Берите свою линию и выдерживаете? Докладывают, да. То есть, есть линия, она есть, но это не моя заслуга. С одной стороны. С другой стороны, участие над этим принимали, ну, практически все, кто ходит на сайт. То есть, там огромное количество народу. Шуток было прислано, вот там, на третью серию «Властелина». Ну, 135 страниц шуток прислали. Из этих шуток вошло, наверное, три. То есть, там кажется, что это вот такое активное участие публики, а хорошую шутку придумать тяжело. Но при этом вот кривые шутки, они меня наводят на хорошие мысли, что вот я вот это вот неправильное шуток, а я пошутил по-другому. Ну, ничего страшного. А почему остальные переводы, например, фильмов Гая Ричи, там, или Full Metal Jacket, которые показывают по телевидению, они какие-то идиотские, ну, по сравнению с вашим? Ну, такой уровень профессионализма угрожает. Ну, я на том их делаю. То есть, вы хотите сказать, что абсолютно серьезно? Я не хочу сказать, это они так переводят. Хорошо. Я констатирую факт. То есть, если человек не понимает, о чем идет эта речь, у переводчика любой перевод состоит из трех этапов. Первое. Надо понять, о чем вообще говорят. Это 80% переводчиков наших не преодолевали. Второе. Надо изложить по-русски максимально подробно, так сказать, смысл передавать. И третье. Отредактировать, чтобы оно вот там более-менее укладывалось в артикуляцию. То есть, это просто не профессионализм? Да. То есть, я не концентую и... Нет, ну, в телевизоре матов ругаться нельзя. И в кино у нас матов ругаться нельзя тоже. А, ну, в кино подобные вещи не пропустят ни под каким соусом. А, у нас все понятно. То есть, вот вы делали, как я делал, три года должного фильма «Адреналин-2». Его попросили сделать погрубее. Вот без матов только, но погрубее. Я взял вопрос, а какие слова у вас считаются заматерными. К большому удивлению узнал, что ряд слов уже заматерные не считается. Я его сразу украсил, как мог. Фильм имел очень большой успех. Очень. Спасибо. А вот вы за то, чтобы не было матов в кино? Я за возрастные ограничения. Напишите детям до 18 лет и пускайте их. Какие эти системы, пускайте по облегчению меня? Они есть. Ничего не изменяет. А, они просто не работают, да? Просто кино, оно существует, оно там все контролирует, все определяет. Ну, и работает. Ну, как и все. Как правило, дорожные движения. Они тоже есть. А вас ТПС накладывают? Нет. И не отпускаю, слова не возвращаются. Они смотрят, если я безобразничаю, они смотрят сразу, что у меня за последние 10 нарушений нет. У меня тень мент, что ли? Бывший. Сотрудникам скидка, радостно говорят они. Да. Ну, за город Екатеринбург. Все было у вас, все было хорошо. Спасибо. У нас гостей был Дмитрий Пучков. Это была «Правда жизни». Я думаю, что мы соберемся через неделю. Всем спасибо. Мне пройдет.